Соблазнять можно не только на меня. Это очень крутая фишка. Я буду, когда вам рассказывать про обход сознания, я буду упоминать о том, что на самом деле эффективнейший способ соблазнения – соблазнять не на себя. Потому что ты безоценочный сразу становишься. Я соблазняю, вот, например, у меня друг рэпер, например, какой-нибудь, да, я соблазняю на него. И все, и без проблем. То есть образ может быть или тебя, или любого другого объекта, вот в метафоре там библейской, где змей, искуситель соблазнял Еву на то, чтобы она съела запретный плод. Там соблазнение было не на змея, не на сам объект соблазнителя. Змей выступает соблазнителем в данной метафоре. А объект – запретный плод познания. Так вот этот образ обладает свойствами. Помните свойства? Так, первое – они доступны. А что, если он доступный? Вот смотрите. Если у тебя уже есть женщина, жена, она доступна тебе в любой момент, вообще в любой момент, ты понимаешь, что соблазнять ее не надо, да? Возникает желание получения, когда возникает, а если возникает, то когда? По каким-то причинам она тебе была какое-то время недоступна. А если она доступна, ты к ней привыкаешь и все, и не хочешь ее, да? То есть вот это первый момент, недоступный. Ты мечтаешь об айфоне, который у тебя есть? 11-й айфон вот у меня, да? Мечтаю ли я об айфоне, который у меня есть? Нет. Понимаете? Мы не мечтаем о том, что у нас есть. Самая первая важная вещь, которая должна быть по отношению к образу или тебя, на которого ты соблазняешь ее, или какого-то другого, там, запретного плода яблока, или машины, которые она хочет купить. Это недоступные, первое свойство. Второе свойство. Что еще? Помните? Базовый тренинг. Кто проходил? Опасность, это повышает, опасность, это повышает эмоции к образу. Есть элемент опасности. Мы занимаемся эмоциями, это всегда хорошо. Так, третье, что? Сексуальная успешность. Это тоже крайне важно. И для женщин, и для мужчин важно. Если тебя никто не хочет, да, то это странно. А если тебя все хотят, то что происходит с головой? Точнее, что происходит в сознании жертвы? А вот помните, в книге я приводил пример в «Жизни без трусов», я приводил пример, как я девчонок переключал на моего друга, который был практически девственник. Он молодой питерский студент, и видно, что он молодой и без денег, и вообще просто совершенно студент, и живет в общаге. И вот я всегда говорю, вот это и есть искусство соблазнения. Это такой человек, но он никак не может быть ни зачем ей нужен, по идее, да, женщине. Потому что женщины мечтают, сами знаете о ком. Как соблазнить там звезду, там, как найти классного мужчину, который будет обеспечивать и так далее. Все это, они приходят постоянно на женские тренинги, и разговоры только об этом все, да. Ни разу я не слышал от женщин, просто сразу, сходу, очень редко я слышу, что я хочу найти молодого студента, бедного, который дрочит по вечерам и удовлетворить его все потребности. Ну, никто не сказал, сука, я жду, когда же появится такая женщина, которая скажет, я мечтаю о бедном, несчастном, немножко потном студенте, который не мылся там, и он сидит и потанет. Ну, просто ни разу такой телки не было, понимаете. За все, сколько у меня телок было ни разу. И я как переключал, я говорил, слушай, смотри, вот, как ты думаешь, почему все в Сашу влюбляются? Она смотрит на него, в него влюбляются. Да, да ладно, серьезно, я бы никогда не подумала. Ну да, ну слушай, что-то, наверное, в нем есть. Знаешь, он такой простой, с ним поговорить приятно, он никогда ничего... И она мне начинает рассказывать, почему в него влюбляются, хотя она была первой. Вот, то есть это очень важный момент. Сексуальная успешность. Если ты не знаешь этого, и ты часто допускаешь следующие ошибки. Ты говоришь, давно у меня не было женщин. Ты думаешь, сейчас она тебя пожалеет, да, и ты скажешь, о, да, иди сюда, Вася, я тебя сейчас приголублю. Пошел ты, Вася, не было женщин, иди проститутку себе сними. А, значит, ну, смотрите, вот это возмутительно для женщин. Я захожу, допустим, начинаю знакомиться, там, она говорит, слушай, а у тебя есть жена, дети? Я говорю, у меня гарем, вот. Ты что, серьезно? Да? Да ладно. Зачем ты тогда со мной знакомишься? Я говорю, ну, я два часа назад классно потрахался, и мне захотелось что-то новенького, понимаешь. Ах ты, скотина, ах ты, подонок, возникает внутри, в голове. Но никто еще ни разу не ушел. Понимаете? Вообще ни разу никто не встал и не ушел, и не сказал, ах ты, скотина, все, я с тобой не буду общаться. Странно, да? Они не уходят. Вот когда ведешь себя так нагло, они не уходят. Они думают, что-то здесь не так. Наверное, он врет. Не может быть такого, что... Почему он так себя ведет? Вот он, скотина, да? Не уходят. Женщины – необъяснимые существа. Противоречивые. Четвертый пункт. Что еще осталось? Да, здоровье – хорошо. Но это входит в сексуальную успешность. То есть это не то, что имеет смысл записывать. В кодексе самое важное правило есть. Самое важное правило, которое просто для охотницы, для мастеров одинаково абсолютно важно. Что вызывает интерес? Вот представьте себе. Я вам намекну сейчас. Был такой прикол. Был блогер один, очень смешной. И там он вечно делал всякие классные приколы. И, представляете, там какой-то конкурс был. Мистер Олимпия или что-то такое. Там вышли огромное количество качков, такие классные, красивые. И он вылетел на сцену, а он такой дохлый. Тоже начал позировать. Это была бомба. Потом с ним все девицы ходили, фоткались. А он выглядит, пузико там, ну короче. Почему? Почему? Да, нестандартность. То есть вот захожу я, допустим, в кафешку, я олигарх. И сидит 20 охренительной модельной внешности телок. И одна сидит, не модель. На кого я посмотрю? Это удивительно. Это реально удивительно. И эти люди хотят нормальных женщин, которые не очень-то и красивые. Потому что она не модель и не эскорт. Он посмотрит на нее. Потому что нестандартность. И вот когда речь заходит о соблазнении, мне там спрашивают, внешность там, да, имеет значение. Или там, внешний вид, или как ты одеваешься. Я говорю нет. Почему? Потому что самое важное, это нестандартность. Записаться в ближайшие группы Алекса Лесли ты можешь по ссылке в описании этого видео. Представь себе, она приходит к подругам, да, и за сегодня она познакомилась там с менеджером среднего звена 1, менеджером среднего звена 2, менеджером среднего звена 3, 4, 5 к ней подходили люди. И одним наркоторговцем. Про кого она подругам будет рассказывать? Ну, конечно, про менеджера среднего звена 3, который Вася. Ну, он же интересный, да? Нет. Она рассказывает. Представляете, со мной сегодня парни знакомились, и один чувак, короче, мне предложил килограмм кокса купить. Да ни хрена себе. Да ты что, серьезно, да? Вот из этого ты уже можешь что-то сделать. И она тебя запомнила. Когда речь касается молодой девицы, к которой там подходят многие люди, модели какой-нибудь известные. Либо когда речь касается… Смотрите, моя система, я всегда говорю, ставьте себе цели, ну, космические цели, да? То есть если соблазнение, то это известный какой-нибудь человек, допустим. Когда я буду идти к тому, чтобы получить такие цели, да, то я точно научусь с обычными людьми работать. Правильно? Ну, то есть остальные все будут легкотней для меня. И, знаете, некоторые достигают этого. Вот многие мои ученики-ученицы, вы знаете, прекрасно, да, что вот у Чермана, например, была мечта. Он хотел Волочкова выбыть. Это он был в деревне парнем, в осетинской какой-то деревне. Сидел, читал книжку «Жизнь без трусов» там в 13 лет. И думал, и дрочил на эти фотки всяких моделей. В результате он ее трахнул. То есть это для любого человека реально, для осетинского парня в деревне, да? Ну и там ученицы тоже. На нас тоже это работает. Люди создавали свой образ, вкладывали в это кучу времени, да? И мы захотели этот образ, они нас соблазнили уже, получается, да? И теперь нам нужно сделать так, чтобы мы соблазнили их. То есть, смотрите, если я захотел какую-то девицу, да, то это значит, она меня уже соблазнила, правильно? Чем-то, либо образом своим, либо как она себя ставит, либо еще что-то такое. Вот, значит, соответственно, то же самое и в обратную сторону работает. Наша первоначальная цель, чтобы этот образ запоминался сразу. Что еще может быть там в этом? Ну, вот смотрите, один из пример нестандартности знакомился с девицей, это была яркая-яркая желтая рубашка. И она меня представила своим подругам так, чувак в желтой рубашке. Да, тоже, почему? Потому что, ну, таких рубашек нет. И она запомнила и вот так сказала, да? То есть вы, когда начинаете, на старте у вас должно быть это в голове. Недоступная опасность, сексуальная успешность это обязательно важно и все такое, и нестандартность. Все остальное, это вы экспериментируете. Так, вопросы есть по образу? Как делать недоступный образ? Я говорю, скажите, вот, как вы думаете, захотели бы вы общаться вот с этим парнем, если бы знали, что у вас никогда не получится его соблазнить? Вы думаете, а я сейчас вернусь. Я ухожу, и они сидят и начинают ржать, и смотреть на этого парня, которого я показал. Я просто сказал, что они никогда они не смогут его соблазнить. Я когда вернулся, какой был ответ, как вы думаете? Да, всегда ответ, почему. То есть, вот, когда возвращаешься, 95% ответов, не знаю, ну, почти вот редко бывало, что что-то другое, всегда интересовались, а почему его не получится соблазнить? Когда взял эту недоступность, вкрутил и сказал, что не получится соблазнить, сразу возникает вопрос, а почему? А если возникает у человека вопрос, почему не получится соблазнить, это уже что значит? Логика какая? Да, уже начинает думать о том, как соблазнить. А если думает, как соблазнить, что у нас происходит здесь? Значит, в результате которого она начинает появляться желание получения. То есть, она уже простраивает у себя в голове, а что бы я делала, чтобы его соблазнить, и почему не получится, и уже не успех, и так далее, все. И уже начинает работать вот это, мыслевирус запускает правильные мысли в голове человека любого. Да, так, такой вот, такая структура. Вот этот стандартный пример, как формировать недоступность, и почему это работает. А если образ, вот не попал в образ, вот тот же наркоторговец, допустим, ее там три недели ебали, и он не ебалит. Подожди, 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 не очень понял, что значит? Если образ не попал в нее... То есть, у нее уже было что-то такое с наркоторговцем, да. Это всегда лучше, чем ноль. Вот я всегда говорю, негатив лучше, чем ноль. Из негатива можно выводить. То есть, например... И, кстати говоря, чаще всего так и работает все. То есть, девушку насиловал кто-то, да. Появился парень, похожий на насильника. Кажется, что она должна от него бежать, но она как-то так себя ведет, что она не бежит от него. Вот странно, да. Сколько раз я работал с женскими группами, и там часто получается такая ситуация, когда смешанная группа, девушка говорит, вот у меня такая проблема, меня там изнасиловали раньше, и все такое. И мы смотрели с парней, кто больше всего внешне похож на этого насильника, и всегда именно с ним что-то там было у нее. То есть, есть важная вещь, но это психологи заметили, что человек всегда находится в цикле. И вот он на одни и те же грабли все время пытается наступить. И если у нее был какой-то негатив, то следующее ее отношение примерно тоже будет этот негатив. И психологи выводят женщину из цикла. Это стандартная вещь. Поэтому, если у нее был предыдущий мужик, неадекватный наркоторговец и так далее, то ты можешь предположить, что если ты скажешь, что ты такой же, или папа, например, у нее там наркоторговец, она будет говорить, я нажралась этого говна, у меня папа бабник, и там кокс и все такое, я хочу нормального человека, с которым устроить себе жизнь. И вот как правило, знаете, что происходит? По опыту. Она не находит себе нормального человека. Она влюбляется в такого же, как отец. Или в такого же, как бывший муж, который скотина. И сводится все к этому же самому. Поэтому тут не факт, что ты не попал. И если у нее возникает на этот образ негатив, это хорошо. Надо дальше продолжать общаться. То есть она, фу, там, наркоторговец, это плохо, я, там, туда-сюда. Ну, продолжаешь общаться. И вот смотрите, негативная реакция жертвы, это касается и мужчин, и женщин, одинаковая система с этой, пока одинаковая, без разницы. Негативная реакция – это хорошо. Это как принцип борьбы. Вывести человека в состояние равновесия. Наша задача сперва вывести в состояние равновесия. Очень часто бывают ситуации, вы знаете, что женщина тебя ненавидит, потом она тебя любит. Эта ненависть переходит в страсти. Ваша цель – создать такой образ, чтобы будет такой результат этого задания, чтобы его люди запомнили. То есть вот этот образ, мы как проверяем, зашел или нет, что вас запомнили. Если вас не запомнили, значит, не зашло. И мы потом протестируем, запомнили ли то, что вы создали. Всего на упражнение 9 минут. Понятно? Записаться в ближайшие группы Алекса Лесли ты можешь по ссылке в описании этого видео.